Я когда раньше вел такие вот мероприятия, где я там что-то умничал, я вел разные компетенции, креативное мышление. Какую-то книжку прочитаешь и все, типа можешь это проводить. И да, порой в момент встаешь какой-то ступор и такая тишина. И думаешь, блин, что там я хотел сказать. И какая-то неловкость, какое-то краснение. Ум приходил и начинал думать, ой, какой позор, ты же сейчас типа бизнес-тренер, сейчас эта пауза будет неловкая. И ты начинаешь по этому поводу загоняться. А так-то вообще пофигу, вот согласитесь. Ну, вообще это все такая ерунда. А ум нам так вот это все красиво причесывает, что мы должны быть такими-сякими, так все, так должно быть. Столько лишней болтовни, а все просто так-то. Подумаешь, сейчас забыл, о чем говорил. Как есть, так и есть. Я б. Счастливее. Кто? Я? А ты? Я, да. Тем более. Есть такая фишка, вот про ту медитацию, о которой я говорил, на энергоцентре. Это твое внимание, оно находится сначала в первый энергоцентр, то есть ты смотришь в область, ну, как сказать, таза, либо между писей и попой, да? Так это обзовем. И ты находишься здесь. Ты находишься здесь, и ты испытываешь там какие-то ощущения. Ну, возможно, их не будет никаких, но шут его знает. Но находясь уже здесь, ума будет меньше, он будет здесь присутствовать. Вот почему классно, когда ты испытываешь какой-нибудь стресс. Потому что ты прям можешь здесь люто находиться, прям здесь находишься. Когда ты ровный, тебе нужно еще найти какое-то ощущение. Мозг скотина не дает тебе найти это ощущение, потому что он постоянно так что-то поправить надо. Неудобно сидеть тут вот так вот, здесь что-то зачесалось, там еще какая-то режуха. Выключил я телефон. И вот ты сидишь и думаешь, так все, направляю внимание, вот первый энергоцентр. И мозг такой, а я телефон-то выключил себе, никто мне сейчас не позвонит, не отвлечет меня. То есть эти отвлечения, конечно, они присутствуют. И медитация, она может быть сложна, потому что ума очень много. Но все равно она работает. Она работает, потому что она также может тренировать твое усердие. Усердие прям взял и прям смотришь на первый энергоцентр. Ум приходит, минуту приходит, две минуты, три приходит. Пускай скотина приходит. Если есть эта сила воли, как бы, да, классно, продолжаем банкет. Что происходит? Постепенно эта энергия, на которую ты смотришь, она начинает подниматься. Потом ты уже ее здесь наблюдаешь, потом здесь. И вот когда она доходит уже досюда, до сердца, вот уже происходят какие-то спецэффекты. Какие-то классные ощущения, которые ты прям, когда тебе уже воздуха не хватает, прям, ой, прям воздуха не хватает. Энергия поднимается наверх, которая в тебе есть. И так ты продолжаешь дальше. Ты находишься уже здесь, твой мужичок, а ты по своей субстанции являешься магнитом. Человек, каждый магнит, у него есть полюса. Я сейчас могу врать, но пускай и вру. Здесь северный, здесь южный. Может быть наоборот. Скорее всего, так, как я и говорю. И эта энергия, когда она когерентна, когда она гармонична, то есть она вот так вот поднимается и... И все, ты как магнитик. Ты как магнитик пустой. И в этот период к тебе и притягиваются те прикольные события. Если ты прям классный, натренированный чувак, да, ты можешь во всю эту историю еще добавить намерения. Типа, тачка классная, что была, да? Да, и там типа будет тачка, чем больше ты будешь находиться в этом магнитном поле, в этом магнитном состоянии. Но, как правило, мы не являемся магнитами, потому что у нас происходит прям бардак. И это магнитное поле, которое четкое должно быть, оно не четкое, оно какое-то... Все эти волны, они все разбросаны. Потому что в первом энергоцентре разброс конкретно происходит. Здесь тоже происходит все вот так вот, вот так вот. А это все вот так, вот так, кто нам дарит? Нам дарит наши эмоции. Потому что, да, в каждый день какие-то происходят и стрессовые ситуации, и не стрессовые. С этим поговорил. Та сучка что-то сказала не тот. Те вот это сказали. Ты постоянно что-то испытываешься. И здесь происходят всякие вот эти вот дисбалансы. Поэтому ты ни черта не магнит. Ты не магнит, ты не чувак-материализатор. Ты не притянешь к себе классные события. С тобой как будет говнище происходить, так и будет говнище. Хотя нет, если ты находишься в какой-то... Вот, например, если взять ребенка, который родился в богатой семье и прожил там, не знаю, лет 15 в богатстве, и вдруг кризис, и все, они стали бедными. И пацан добьется успеха быстрее, чем любой другой. Потому что он привык жить в этом. Он привык жить в этом комфорте. По-другому его ум, его намерение не видит. И его взгляд направлен только на это. И поэтому он с нуля поднимет бизнес за год. И будет богатым чуваком с нуля. Потому что он живет в этой атмосфере. Он сам притягивает к себе это, потому что по-другому он жить не умеет. Он привык. И так же у нас происходит. Мы создаем всякие такие движухи, которые происходят сейчас, которые были. Мы живем в прошлом, в этом постоянном. Ментальность дает нам это ощущение прошлого. Мы этого не осознаем. Но мы создаем это. И создаем это коряво. Потому что тысячи мыслей пролетают в нашей голове. И при этом еще этот дисбаланс в эмоциях, он постоянен. Сейчас я счастливый, через 5 секунд не счастливый. И вот этой гармонии как таковой нету, не присутствует. И происходит непонятно что. Сегодня хорошо. Сегодня вроде бабок заработали. Оп, и бизнес начал подниматься. Оп, опять кризис. Оп, опять. И вот так вот. И вот сегодня хорошо, сегодня плохо. А раз плохо, сегодня буду кайфовать. Сегодня буду. Все будет нормально. И вот в этом дисбалансе мы живем эмоциональным и ментальным. В голове миллион всего. Здесь тоже непонятно, чего всего много. И поэтому, глядя на эти энергоцентры, ты упорядочиваешь ту энергию, которая в тебе присутствует. И да, ты более гармоничный в этот момент. То есть это классная медитация. И дай Боже, ты потом осознанно выходишь в этот мир и действуешь так же осознанно. И опять. Да, классно. Классно улететь куда-нибудь в теплые страны и там на месяц залипнуть в крутую медитацию. Да, это классно, не каждый может себе это позволить. Но живя в этом мире, для кого-то сложным, для кого-то проблемным, для кого-то с тем геморроем, который надо еще и порешать, осознанно можно. И нужно пользоваться всеми теми, как мы думаем, неблагоприятными ситуациями, которые происходят. Они только нам во благо все сделают. Они дарят нам ощущения. У нас есть возможность каждую секунду направлять внимание на эти ощущения. Это работает. Эта схема очень сильно работает. И можно пробовать ее постоянно. Просто про нее нужно не забывать. А как про нее не забывать? Это другая история. Это та же практика. Например, мы думаем, окей. Окей. Теперь при каждой херне я буду направлять внимание на свои ощущения. И происходит какая-нибудь история. И ты уже вау, там уже с кем-то зацепился. И что-то происходит. И вдруг ты вспомнил через 20 минут о том, что ты, по идее, должен был не отождествиться с этим, а направить внимание на ощущения. Вот. Это уже круто. Это уже круто, что вспомнил. И как раз в этот момент еще, может быть, остался осадок какой-то эмоциональный. И в этот момент ты можешь уже начать практиковать. Да, ты профукался. Да, ты на 15 минут делаешь это позже. Но это будет так же работать, как ты до этого бы делал это. И вспоминая об этом, может быть, через полчаса, может быть, через час, а может быть, через день, и тут же делая это, это будет создавать новую привычку, привычку быть в осознанности. Осознавать, что нужно возвращаться к той энергии, которая фундаментальная, которая вокруг нас. То есть, вот эти знания, да, касающиеся энергии, они же вроде бы такие, на первый взгляд, вау, думаешь, ничего себе, а потом уже, как добрый день. Да, как добрый день, я энергия и волна. Как будто так и должно быть. Но это осознать нужно, что это же ведь правда. Это же действительно правда. Это же не просто философия. Я думаю, что сейчас можно сделать перерывчик, если вам охота, попить водицы из колодца, как говорится, и, а там есть стаканы, и они многоразовые, но у нас немного людей.